МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Киев-технопарке стартовала летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной техники. В 2018 году в России был принят федеральный закон, который узаконил нахождение безнадзорных животных рядом с человеком. Теперь бездомных собак и кошек не убирают с улиц, как раньше, отстреливая или помещая в приюты. Животные должны проходить по программе ОСВВ. Их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Однако такому соседству рады далеко не все. Я общаюсь с коллегами в разных городах. Все говорят об одном и том же. К сожалению, та идея, которая была заложена в федеральном законе о заботе с безнадзорными животными, она казалась не совсем работоспособной, либо механизмы, которые были предложены, не дают того самого эффекта. Как отметил Алексей Сафонов, в нашем городе люди делятся на тех, кого собаки не беспокоят, и тех, кто готов бороться с ними самыми жестокими способами. В июле в подвале дома на Музруково нашли двух мертвых щенков. Одного, по рассказам жителей, застрелили, другого отравили. Жертв из этого помета было бы больше, но вмешались зоозащитники и депутат этого округа Дмитрий Авдеев. Двоих малышей удалось спасти, они сейчас вет-лечебница. Но едва ли на этом истории с отравлениями закончится. У человека нет права, скажем так, своим решением убивать животное. Более того, даже у Госвета нет такого права выбрать животное и его ликвидировать. Мы проговаривали этот момент. Есть очень жесткий перечень, по которому можно, скажем, умертвить животное. Строительство больших приютов с точки зрения Алексея Сафонова тоже не панацея. Глава города рассказал об опыте других муниципалитетов, которые пошли по этому пути. Мест для животных становилось все больше, как и самих животных. Решить проблему, по его мнению, может только воспитание ответственного отношения к животным. И к домашним, и к уличным. С ним согласны волонтеры, которые занимаются помощью бездомным собакам и кошкам. Вот эта вся история про так собачки лучше, биология и все дела. Нет, глупости. Собак, если вы не профессиональный заводчик, надо стерилизоваться. А двориков, ну, если кто-то захочет взять, хочет взять себе дворик, можно взять и в приюте, в нашем. Поэтому, в первую очередь, это стерилизация и кастрация. Кроме того, если у вашего животного появилось потомство, говорят волонтеры, не надо пытаться спихнуть ответственность за него на других. Не подкидывайте собак и кошек, пристраивайте их в ответственные руки. Животное – это такое же живое существо, которое нуждается в любви. Только воспитав в себе ответственность по отношению к другим, можно решить проблему бездомных собак и кошек на наших улицах. Екатерина Пённова, Константин Островский, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Привлечь студентов и молодых учёных к проекту по созданию установок класса «Мега-сайенс» и к смежным научным задачам и проектам. Сформировать из них сообщество, которое в ближайшее время будет определять путь науки в нашей стране и в мире. Такова цель летней научной школы по физике высоких энергий и ускорительной техники. На базе Национального центра физики и математики собрали молодые кадры из разных регионов страны. Каждый из них приехал сюда за новыми знаниями. Интересна тематика, интересен сам проект. Он только набирает обороты. И надеемся завести новые знакомства, новые связи. Моя работа, она непосредственно связана с суперчамотово-фабрикой. Моя дипломная работа. И поэтому эта тематика как-никак подходит мне. Очень масштабное мероприятие. Очень много серьезных людей, которые связаны в основном с наукой, с физикой. Но в то же время есть и инженеры, которые как раз производят конструкцию, разрабатывают конструкцию всех установок, которые находятся на территории РФСНЕФ. В школе приняли участие более 70 слушателей и 15 лекторов из разных институтов университетов России. География проекта обширна. Москва, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Дубна, Нижний Новгород и Саров. Школа посвящена широкому кругу вопросов по физике высоких энергий, ускорительной технике, обработке данных. Сегодня я читаю лекцию, представляю, как раз рассказываю более подробно, что такое циталфабрика, ее место в общем ландшафте физики, как появился этот проект, что он из себя представляет, что мы планируем делать. Ну а во все остальные дни лекции, которые будут читаться, это лекции по физике, ну вот по направлениям, связанным вот с этим направлением исследований физикоароматов. Программа «Школа насыщенная» на пять дней распределили 14 лекционных блоков. Также с докладами выступят сами слушатели, студенты, аспиранты и молодые ученые. Организаторы проекта – Национальный центр физики и математики и РФЯЦ в НИЕФ. Школа по физике высоких энергий – одна из череды научных мероприятий, запланированных к реализации в рамках развития научной среды НСФМ. И то, что сейчас, например, создан Центр физики и математики – это очень важная, огромной важности государственная задача, очень нужная, потому что именно нам нужно сейчас новые знания, более точные знания. Нужна воля установки мирового уровня. Нам нужны программные продукты, вычислительные системы тоже мирового уровня. Проект Национального центра физики и математики стартовал во исполнение поручений президента нашей страны, который в конце 20-го года посетил Саров, дал ряд поручений. И в течение 21-го года, начало 22-го года состоялся беспрецедентный по объему деятельности реализован комплекс мероприятий. Сформированная система управления Национальным центром физики и математики, созданный совет по развитию научно-технический совет, открыт филиал Московского университета. Для участников школы приготовили богатую экскурсионную программу. Она включает знакомство с территорией и работой технопарка Саров, филиалом МГУ, Дивеевским монастырем, музеем ядерного оружия, Саровской пустынью. Анна Пилипец, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В КБ номер 50 ФМБА России сократили сроки ожидания плановой госпитализации и направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Долительные сроки ожидания плановой госпитализации, по сообщению пресс-службы больницы, были связаны с отсутствием врачей поликлиники актуальной информации о наличии свободных мест в стационаре. «Мы вместе с коллегами из стационара провели кропотливую работу по анализу структуры госпитализированных пациентов по каждому отделению. Разработали и внедрили систему распределения свободных мест в стационаре для плановых и экстренных больных, что позволило выделить еженедельные квоты для пациентов в поликлинике и размещать их в медицинской информационной системе», отметила заведующая поликлиника номер один Марина Румянцева. В медицинской информационной системе больницы разработали соответствующий ресурс. Все лечащие врачи поликлиники получили к нему доступ и теперь могут сами непосредственно во время приема записывать своих пациентов в стационар. В результате по ряду отделений сроки ожидания сократились с 15 до 3-5 дней. Таким образом пациенты выигрывают как в сокращении сроков ожидания, так и в возможности планируют свое время, поскольку теперь они знают точную дату госпитализации. Также в КБ номер 50 завершили ПСР-проект по оптимизации направления пациента в бюро медико-социальной экспертизы. Ранее большую часть времени занимал процесс необходимых обследований и консультаций специалистов, на которые пациент записывался самостоятельно через регистратуру, колл-центр или портал пациента. Это было трудоемко и затратно по времени. Теперь предварительное обследование по рекомендации лечащего врача организует медсестра до врачебного кабинета. Имея специальную квоту записи, она может подобрать удобные для пациента дату и время посещения, совмещая их сразу по несколько за один день. Также в поликлинике создали электронную форму направления в бюро медико-социальной экспертизы, которую частично может заполнять медсестра. В результате сроки обследования при направлении на медико-социальную экспертизу сократились с 30 до 15 дней, а число посещений пациентам в поликлинике с 5-10 до 2-3. Мы рады, что Саров выбрали одним из пяти городов, где реализуют совместный пилотный проект ФМБА России и Госкорпорации «Росатом». Уверены, что пациенты положительно оценят два уже завершенных ПСР-проекта. Над остальными мы продолжаем активно работать, подчеркнул главный врач КБ номер 50 Игорь Лошманов. Напомним, в рамках реализации ПСР-проектов при поддержке Госкорпорации «Росатом» продолжаются масштабные ремонтные работы входных зон в 1-й и 2-й поликлиниках. Благодаря этому разделят потоки пациентов. Получить необходимую информацию саровчане смогут в открытых регистратурах и на постах администраторов, дождаться приема и отдохнуть в комфортных зонах пребывания. А удобная навигация поможет быстро найти нужный кабинет. Приватизация – это передача государственного имущества в личную собственность безвозмездна. Она дает право владельцу жилье продать, подарить, обменять на другое имущество, оставить в наследство или передать в залог для получения кредита. С неприватизированным имуществом таких действий совершать нельзя, им можно только пользоваться. Мы в том году распределяли жилье, в этом году планируем распределять жилье своим очередникам. Как раз оно будет предоставляться семьям по договорам социального найма. Вот нет никаких ограничений по сроку проживания. Граждане, получившие жилье, вправе сразу же использовать свое право на приватизацию. То есть они в одном кабинете заключают договор социального найма, и в этом же кабинете могут получить перечень документов, необходимые для приватизации. В среднем ежегодная администрация города передает 80 семьям жилые помещения в собственность по праву приватизации. Сейчас в городе около 1100 квартир остаются неприватизированными. Все, кто проживает в квартире по договору соц. найма, в том числе несовершеннолетние дети, могут стать собственниками этого жилья. Когда живет в семье несколько поколений, зачастую люди просто не могут договориться о приватизации жилья. Если есть в семье хотя бы один несогласный, даже решением суда приватизировать жилье нельзя. Ну, это вот как бы такое маленькое отступление. Кто-то принципиально считает, что в этом нет необходимости, потому что принимая время собственности, принимает и обязанности семья, когда получает в собственность жилье. Это и содержание, это и капремонт. Каждый гражданин имеет право на приватизацию государственного жилья один раз. В том случае, если ребенок участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, то он имеет право приватизировать жилье после наступления совершеннолетия еще раз. По процедуре приватизации она довольно-таки проста. Нет необходимости обращаться в риелторские конторы. Необходимо просто прийти на консультацию к специалистам в управлении по жилищным вопросам. Они расскажут о документах, которые необходимо предоставить. И в течение двух месяцев после подачи документов будет издано постановление, если все соответствует действительности, которое даст право семье заключить с нами договор, о безвозмездной передаче жилья в собственность. Дополнительную информацию о процедуре приватизации можно получить по телефону 9-77-51. Практически все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда их подросшие малыши должны пойти в детский сад. В этот момент перед взрослыми членами семьи встает множество вопросов. Например, как будет проходить адаптация, в каком возрасте отдать свое чадо в садик, как ускорить привыкание к новым условиям и требованиям. Волнение и страхи родителей в этот период абсолютно естественны. На несколько лет детский сад станет для ребенка, если не вторым домом, то существенной частью его жизни. К тому же именно от того, как пройдет адаптация, зависит психологическое и физическое здоровье малышей. Самый главный совет, который в этой ситуации может дать специалист родителям – успокоиться. Ваши волнения и сомнения обязательно передадутся малышу, даже если вы не будете высказывать их вслух. Решите для себя, зачем вы ведете ребенка в сад и готовы ли вы к этому. Готова ли мама выйти на работу или по какой-то причине отдает она в детский сад, и что ей так будет лучше и удобнее. Прежде всего она о себе должна подумать. Если она будет уверена, что другого выбора у нее нет, другого выхода – это самое оптимальное и лучшее решение, она перестанет сама мучиться, и какой-то у нее внутриличностный конфликт пропадет. Адаптация к саду требует от ребенка огромных усилий. Его приводят в незнакомое помещение, где много незнакомых взрослых и детей вокруг. Ему дают непривычную еду. Конечно, от всего этого малыш испытывает стресс. К тому же, если на это время накладывается один из сильнейших возрастных кризисов – кризис трех лет, процесс адаптации может затянуться. Психологи советуют отдавать ребенка либо до, либо после кризиса трехлетнего возраста. Сейчас начнут, соответственно, задавать вопрос, а как мы определим, есть кризис или нет. Вот негативизм – частый признак этого кризиса, отрицание всего. И ребенок пытается учиться своему «я», то есть отделять себя от мамы. На первый план в жизни ребенка в детском саду выходит воспитатель. Родителям надо в первую очередь наладить с ним контакт. Если малыш видит, что мама доброжелательна и спокойно разговаривает с воспитателем, то сам успокоится и начнет доверять педагогу. Зачастую в первые годы в саду родители сталкиваются с тем, что ребенок начинает часто болеть. Во-первых, организм малыша знакомится с незнакомыми ему прежде вирусами, а во-вторых, сказывается стресс от адаптации. Ребенок с болезнями начинает находиться дома. Мамы, как правило, начинают их лечить и начинают бегать вокруг болезни, вокруг ребенка. И возникают вторичные выгоды, что и внимание еще и усиливается. Поэтому первый совет – не делать большой трагедии из болезни, тем более из-за несерьезных болезней. Соответственно, не делать курорт. Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени находился на свежем воздухе после сада. Гуляя вместе, поговорите с ним, обсудите события дня. Каким бы замечательным ни был детский сад, какие бы профессионалы в нем ни работали, никто не поможет вашему ребенку лучше, чем вы. Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня его ждет любящая семья, восемь часов в саду не покажется ему вечностью. Мысли связать свою жизнь с госслужбой у Юлии Полозовой появились еще в школе. На первом курсе девушка вызвалась стать общественным помощником следователя. С этого момента и начался ее профессиональный путь. В Саровском следственном отделе Юлия работает около года. И за этот период успела раскрыть немало преступлений. Мое первое дело буквально через две недели после заступления на службу. По мне, это не очень интересное дело. Незаконное проникновение в жилище. Было, в принципе, несложно его раскрыть. Быстро мы его закончили. Обвиняемый у нас полностью признал дыну. С этим проблем не возникло. А буквально через, наверное, пару месяцев после заступления на службу у меня появилось и в моей практике убийство. Эмоции – худший спутник следователя. К каждому делу нужно подходить с холодным рассудком, абстрагироваться от боли и переживаний окружающих. Только так следователь сможет увидеть общую картину и раскрыть преступление, считает Юлия. С утверждением, что это не женская профессия, девушка не согласна. На мой взгляд, в данной профессии следователям должны работать как мужчины, так и женщины, потому что есть уголовные дела, которые проще даются, наверное, вот именно женщинам. Я так думаю, что это, что касается половой неприкосновенности, то есть с маленькими детьми, комфортнее общаться, я думаю, что женщинам, чем мужчинам. Коллега Юлии Глеб Шутов также попал в Саров около года назад. До этого работал в автозаводском районе Нижнего Новгорода. Наш город Глебу показался особенным, причем как с обыденной повседневной стороны, так и с его криминальной составляющей. За год работы ему встретился широкий спектр разных преступлений. Главное в работе следователя – помогать людям, считает мужчина. Когда работаешь с несовершеннолетними детьми, начинаешь с ними разговор с того, что кто ты и вообще почему он должен с тобой поговорить. Ты ему говоришь, что я следователь, а следователь – это дяденька, который не дает обижать твоих родителей и близких и не даст в обиду тебя. Но в принципе так и есть, то есть мы должны охранять покой граждан. И с этой задачей саровские следователи безусловно справляются. Раскрываемость в этом году составила 99%. Число убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось практически в два раза. А вот коррупционных преступлений стало больше. Если в прошлом году завели только одно уголовное дело, то в этом году их уже три по шести эпизодам коррупционных преступлений. Так что отдых и свободное время нашим следователям только снятся. Однако трудности их закаляют. От лица коллектива следственного отдела от себя лично хочется поздравить своих сотрудников, коллег, пенсионеров следствия, органов следствия с праздником, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, крепкого тыла, мирного неба над головой. Канал 16 поздравляет следователей с днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. В июле на одной из проходных в НИЭФ поймали сотрудника, который пытался принести на работу вещество зеленого цвета. Как выяснилось, это был наркотик растительного происхождения. Задержанного привлекут к административной ответственности для возбуждения уголовной недостаточно веса изъятого вещества. Мужчина пояснил, что вырастил наркотик сам для личного употребления. Всего в этом году полиция завела 10 уголовных дел. Более 50 человек привлекало к административной ответственности за употребление наркотиков и 5 за распространение. Сейчас в основном сбыт наркотических средств происходит бесконтактным способом. То есть контактный способ, он остался, как бы ушел. Сейчас в основном приобретается все бесконтактно через сеть интернет. Это с помощью, так называемых закладок, как мы называем. Лица заказывают в интернете наркотические вещества, им скидывают координаты, они его находят и как бы забирают. Обычные закладки прячут в парках или в лесу. Полицейские призывают горожан не закрывать глаза, а сообщать о подобных случаях. Наркомания – это общая беда и бороться с ней надо сообща. Если вы увидели закладчика за работой, наберите 102 или 112 и сообщите об этом дежурному. В сообщении необходимо максимально подробно описать подозреваемых, записать номер автомобиля и запомнить направление, в котором скрылся преступник. Также сообщать нужно и о тех, кто ищет закладки, о потребителях. Обычные потребители, они – это те люди, которые и смогут совершать имущественные поступления, тем мы больше будем выявлять и привлекать их к ответственности, тем у нас снизится вообще в городе преступность. Как показывает практика, что у нас большая часть преступлений совершают наркозависимые лица. В сферу оборота наркотиков вовлечены и несовершеннолетние. В 2022 году к административной ответственности привлекли двоих. В этом направлении МВД ведет большую профилактическую работу, проводит беседы в школах с молодыми людьми призывного возраста, студентами. По данным ФСНК, в России насчитывается около 6 миллионов наркоманов, большинство из которых – молодежь от 16 до 30 лет. Выявляем и изобличаем лиц это больше с органическими наркотиками, которые можно как бы и в нашей местности вырастить, и в домашних условиях. Если взять статистику, то за 6 месяцев этого года сотрудниками управления изъято из незаконного оборота 458,893 грамма наркотических веществ. Большая часть из них относится к анабиоинной. Это марихуана, молоковая соломка. Кроме того, среди изъятых были и более сильные синтетические наркотики. За последние годы объем изъятых из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны. В 2020 году он составил 35 600 килограммов. Для сравнения, это составляет примерно 20% от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ. В Сарове ситуация более благополучная, чем в целом по стране. В Мордовии прошел третий межрайонный гастрономический фестиваль «Аксельский огурец». Сюда приехали жители со всей республики, чтобы различиться и представить свои урожайные успехи. В этом году мероприятие прошло при поддержке президентского фонда культурных инициатив. У нас есть несколько энтузиастов, которые в этом году написали на проект президентских грантов. И мы выиграли около 500 тысяч рублей. И вот эти деньги мы направили на организацию этого праздника. Провели большую подготовительную работу. Гости фестиваля познакомили с народными традициями и ценностями села Акселя. Оказывается, это место знаменито своим огуречным урожаем еще с прошлого века. У нас проходит вообще в Акселе два праздника. Это зимой проходит «Аксельский валенок», а летом проходит «Аксельский огурец». Меня спрашивают все, к чему именно проходит у вас два праздника. Потому что летом люди выращивают огурцы. Вообще-то у нас народ трудолюбивый живет в Акселе. А зимой валенки. Сами жители села чтут традиции Акселя, рассказывают о быте предков. Для них фестиваль – это самый родной праздник, поэтому они отмечают его ярко и громко. Люди издавна сажали здесь огурцы, которые продавали вот на этой базарной площади и консервировали. Все делали с огурцами. Мы, соответственно, испекли пирог с огурцами. И вот у меня здесь такое блюдо фазан, закусочка. Она тоже присутствует, огурец. В этом году масштаб мероприятий изменился. Приехали жители из различных близлежащих сел, деревень, городов. Особой не привезли кулинарные шедевры. Да, я приехала и с огурцами, и с пирогами показать свои, так сказать, свои сладости, кушанье. Это, конечно, поделки из огурца. Вот такие вот. Вот вязаные огуречки вот я постаралась и связала. Ну и блюдо из огурцов, варенье из огурцов у нас. Даже варенье? Даже варенье. Вот это жареные огуречки. Это роллы из огурцов. И вот растягаясь солеными огурцом и сиатем. Впрочем, попробуйте. Очень вкусные. Фестиваль огурца. А как вы восприняли это название? Сперва мы тоже удивились и не поверили, что мероприятие не шуточное. Но увидев множество людей в народных костюмах, послушав искреннее исполнение традиционных песен, поняли, что обычный овощ объединил вокруг себя простых, творческих, активных людей. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Косплей называют искусством перевоплощения в любимого персонажа. Кино, сериалы, компьютерные игры, комиксы или книги – основные источники вдохновения для косплееров. В качестве образов для воплощения, как правило, выбирают ярких, запоминающихся персонажей, обладающих характерными чертами поведения. Это важно, поскольку косплеер не просто примеряет на себе одежду героя. Он буквально становится им, говорит тем же тоном, копирует манеру речи, жест и мимику. Это нелегкий труд, однако результат проделанной работы порой просто поражает воображение. Самое важное в косплее – это, наверное, отдаться этому искусству, скажем так, и не заканчивать на половине пути. Потому что есть начинающие косплееры, которые первый раз купили парик, не знают, как его уложить, не знают, как правильно сделать костюм или надеть его даже. Косплеем Лина занимается около пяти лет. Началось всё с простого новогоднего желания. В канун праздника она попросила родителей купить костюм популярной японской виртуальной певицы Хацуна Мику. А дальше череда ярких, интересных, многогранных образов. Один из последних Лина собрала из своего шкафа. Футболку расписала сама. Это косплей на девочку Элли из компьютерной игры Last of Us. В мире наступает апокалипсис, в котором люди заражаются и превращаются в мерзких существ, единственная цель которых просто убить. Элли является девочкой, у которой имеется иммунитет к тому вирусу, который разносит эти существа. И она вместе со своим сопровождающим путешествует по миру и пытается найти выход. Вера Жарикова косплеем увлеклась недавно. Среди ее образов персонажи вселенной Flower File, мультфильмов Steven Juniors и My Little Pony. Несколько лет назад Вера организовала в нашем городе косплей-сообщество. В него вошли фанаты самых разных вселенных. На своих собраниях ребята делятся впечатлениями, обсуждают косплеи, помогают друг другу дополнить, усовершенствовать образ. Сообщество открыто для новых участников. Прийти может любой человек возрастом от 12 лет. К сожалению, у младшего мы предпочитаем не брать. Почему? Потому что у многих аниме, у многих книг возрастной цены начинается именно с 12 лет. По понятным причинам. Поэтому мы будем рады любым. Если вы не настроены агрессивно, если вы в целом адекватный человек, то, пожалуйста, наши двери всегда открыты. В ближайшее время ребята планируют выйти на общегородской уровень, стать официальным молодежным клубом. Попасть в международный детский центр «Артек» можно не только ребенком, но и будучи взрослым. Такой возможностью могут воспользоваться советники по воспитанию. Все педагоги проходят обучение в одном из лучших лагерей страны. Мы ездили туда на повышение квалификации, деятельность советника по воспитанию и взаимодействие с детскими общественными объединениями. Так называлась наша программа. У нас были разные практикоориентированные занятия. Это и менеджмент в образовании, и конфликтология, и взаимодействие с родителями, с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вместе с директором «Артека» и министром просвещения Российской Федерации Лидия отправилась покорять вершину лагеря гору высотой 577 метров. Педагог прошла специальный отбор среди других советников по воспитанию, а также поучаствовала в физической подготовке. Важно, что в «Артеке» прошло учредительное собрание общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Закон о создании такого движения 14 июля подписал президент России Владимир Путин. Так планируется создание единой организации, куда будут ходить все существующие. Лидия Савишна, находясь в «Артеке», задала вопрос о будущем пионерского движения «Сарова». Я рассказывала о том, что у нас в Сарове сохранилось пионерское движение и что у нас также проходят и посвящения в пионеры, и рассветы. Все были настолько удивлены о том, что у нас такие традиции. И сказали, что пионерия ни в коем случае не потеряется в этом большом движении и также будет в нее входить. Лидия, являясь председателем союза детских организаций «Сияющие звезды», координирует деятельность пионерских дружин города. Придумывает новые акции, проводить мероприятия, девушку и мотивируют школьники. На самом деле, сейчас очень динамичны миры и много возможностей. Как и для педагогов, так и для детей. И когда я работаю с активистами и вижу, как они стремятся достигать, стремятся узнавать, я понимаю, что я не хочу от них отставать, я хочу двигаться с ними в ногу. Детско-общественное движение – это творческие активности, развитие лидерских навыков, погружение в современные технические и гуманитарные профессии. Каждый ребенок может попробовать себя в разных направлениях, получить знания, которые ему пригодятся в школьные и студенческие годы. В Нижнем Новгороде прошел региональный этап международной премии «Мы вместе». Школа номер 17 города Сарова представила проект «Рождественский подарок другу». Каждый год активисты, родители и учителя приносят подарки ребятам из детских домов. В акции принимают участие все горожане. Наш проект «Рождественский подарок другу» реализуется уже более 20 лет. Он направлен на широкий круг общения и оказание помощи и внимания тем, кто в этом нуждается. На данный момент у нас существует две проблемы. Это отсутствие транспорта, на котором перевозили детей, и подарки. И вторая – это отсутствие качественной аудиоаппаратуры, с которой мы могли бы проводить мероприятие. Участие в грантовых конкурсах дает возможность инициативным группам реализовать проекты. Сейчас команда 17-й школы ждет результатов прохождения в полуфинал. Так, победители конкурса получат поддержку в размере от 600 тысяч до 3,5 миллионов рублей. Если говорить о игровой программе, то ее полностью готовят дети. Во время подготовки у нас также шьются костюмы сказочных персонажей. У нас очень сильная команда волонтеров, которые всегда готовы помочь. Они инициативно подходят к мероприятию и сами готовят программу, сами упаковывают подарки и сами потом реализуют это коллективно-творческое дело. Проект существует длительное время. Несколько поколений выпускников принимало в нем участие. Рождественский подарок другу это большое доброе дело, которое мы можем сделать вместе.